Сегодня на очереди партия, сыгранная дебютом слона, Терещенко-Ротлеви, 1909 год. Д4, ЕД и Конь Ф3. Это продолжение носит название Гамбит Урусова в честь русского шахматиста Сергея Урусова, который опробовал его в 1853 году. Не приносит белым преимущества, ферзь бьет на Д4 из-за Конь С6 и также Е5. Не приносит преимущества из-за Д5 и слон Б5 шах, слон Д7. В партии Стивенсон-Мариотти, сыгранной в 1868 году, слон отступил на Б3. После Д5 он ушел на Б3. Последовала Конь Е4, Конь Е2, потому что брать пешку Д4 ферзем нельзя. Из-за ферзь бьет на Д4, слон С5 и ферзь под ударом. Ферзь бьет на Д5, это вынужденно. Ферзь бьет на Д5, слон бьет на Д5 и Конь бьет на Ф2. Черные выигрывают ладью. Вот поэтому после Конь Е4, белые играют Конь Е2, нападая на пешку, Д4. Слон С5, Ф3. Лучше, конечно, было сыграть короткая рокировка. Ф3, ферзь, Х4, шах. Ж3. И черные играют на ловушку, Д3. Они открывают линию действия для своего слона и Коня и жертвуют ферзя. И если теперь Ж, Х, как последовало в партии, конечно же, правильно, ферзь Д3, защищаясь, но позиция белых достаточно тяжелая. В партии последовало Ж, Х, белые взяли ферзя и получили мат. Слон Ф2, шах. Король Ф1. И слон Х3, мат. Вот такая небольшая ловушка, в которую попались черные, случилось в этой партии. Давайте вернемся к нашей партии. Как мы помним, после ЕД невыгодно для белых играть. Ферзь бьет на Д4, это не приносит преимущества. И также Е5 тоже не приносит преимущества. Поэтому белые здесь играют Конь Ф3 сначала. И на Конь бьет на Е4. Ферзь бьет на Д4. Конь Ф6. Конь уходит на Ф6. Если Конь уйдет на С5, это может принести черным достаточно большие проблемы. Давайте посмотрим. Так случилось в партии Эйстрин Тайманов в 1949 году. Конь ушел на С5. И после слон Ж5 выясняется, что закрыться слоном Ф8 нельзя. Из-за того, что пешка на Ж7 висит. Поэтому черные вынуждены сыграть Ф6. Здесь это лучшее. Слон Е3. С6 и Конь С3. После Д5 белые рокируют в длинную сторону. Брать слона нельзя. Из-за того, что под ударом будет Ферзь на Д8. Слон Е7. Ферзь А4. Конь Б на Д7. Это решающая ошибка. И здесь черные попадают под сильную атаку. Необходимо было все-таки сыграть вместо Конь Б на Д7. Конь на А6. Подкрепляя своего коня на С5. Однако, черные сыграли Конь Б на Д7. И после Конь бьет на Д5. СД. Ферзь. Х5. Шах. Ж6. И Ферзь бьет на Д5. В результате у белых за пожертвованную фигуру, за пешку, у белых сильная атака. Давайте вернемся к нашей партии. Ферзь бьет на Д4, нападая на Коня. И Конь вместо С5, что конечно же намного хуже, уходит на Ф6. Слон Ж5, связывая Коня. Слон Е7. И Конь С3. Конь С6. Ферзь уходит на Х4. Д5. Длинная рокировка. Брать слона, конечно же, нельзя. Слон Е6. И ладья Аш на Е1. Здесь черные делают ошибку, играя Аш6. Необходимо сначала было провести рокировку. И после слон Д3 сыграть Аш6. Что привело бы к повторению ходов. После слон бьет на Аш6. Конь Е4. Ферзь Ф4. Слон Д6. Ферзь Е3. Слон С5. Ферзь Ф4. Слон Д6. Повторение ходов. Ничья. В результате после хода белых ладья Е1. Черные не сыграли короткая рокировка. А пошли Аш6. Что дало возможность белым провести очень мощную и стремительную атаку. Слон бьет на Ф6. Слон бьет на Ф6. И ферзь Аш5. Посмотрите. Возникают многочисленные связки. Плюс пешка на Д5 атакована. Что делать черным? Они практически вынуждены взять коня на С3. Лучше было бы конечно сыграть король Ф8. Уходя из подсвязок. В партии случилось. Слон бьет на С3. И после ладья бьет на Е6 шах. Король Ф8. Ладья бьет на Д5. Ферзь С8. Ладья бьет на С6. И выясняется, что взятие ладьи БЦ приводит к проигрышу. После ладья Д8 шах. Ферзь бьет на Д8. И ферзь бьет на Ф7 мат. Если же черные играют Ж6. Как это случилось в партии. Ладья бьет на Ж6. И после ФЖ ферзь бьет на Ж6. В результате удовлетворительной защиты у черных нет. Например, после слон Ж7 они получают мат. Ладья Д4. Король Е7. Ферзь Ф7. Мат. Поэтому после ладья бьет на Ж6. В партии черные сдались. Ферзь Ф4. Тоже какой-то он. Ферзь. 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 Феррь.